Всем привет! Сегодня будет разговор, как вы поняли из названия видео, о собаках. У меня две собаки. Эта порода называется Брюссельский Грифон. Это Хучик, мальчик наш, а это Хлоя, наша девочка. Хлое почти 9 лет, ей в ноябре будет 9 лет, а Хучику в сентябре исполнилось 6 лет. Мои собаки довольно-таки здоровые, никаких проблем больших со здоровьем нет. Мы ходим к врачу раз в год на прививки и ежегодный осмотр. Очень-очень редко, когда мы ходим к врачу какими-то проблемами. Вот последний наш визит к врачу был, это Хлоя. У нее была микротравма глаза, и сейчас мы лечим эту микротравму. Листья падают, собаки думают, что там олени бегают. Так, и быстренько хочу вам рассказать, как я ухаживаю за своими собаками, чем я их кормлю. Я кормлю, всегда кормила, с самого раннего возраста, корм, который называется Акана. Это канадская компания, они производят холистик корм. То есть холистик означает корм самого наивысшего качества, то есть он изготовлен из натуральных продуктов. Мы храним в такой большой коробке, большого пакета корма Акана, 25 паундов, хватает нам на полгода. Так, второе, это лакомство. Лакомство я тоже стараюсь покупать холистик, вот здесь вот написано Healthy Holistic. Это фирма Blue Bison, это продается в Америке, я не знаю, можно ли купить этот лакомство в России. Это такие, как печеньки. Здоровье животных. Чтобы животное поддержать в хорошем здоровье, нужно за животным правильно ухаживать. У худчика есть проблемы с суставом. Он рожден был с пателлой. Эт пателла это заболевание коленного сустава, когда связка не держит сустав и собака хромает. Это нужно делать операцию, пока еще мы не сделали, но мы планируем это сделать. И чтобы сейчас поддержать суставы в хорошем состоянии, более-менее, мы даем вот такой вот препарат. Это пищевая добавка. Фирма это Isle of Dogs. Можно приобрести как в России, так и в Америке пищевая добавка на основе рыбьего жира. Каждый владелец собаки должен иметь базовый набор за уходом за животным. Уход за ушами. Это жидкость. Называется Ear Wash Grooming Professional. Уход за глазами. У пород, у которых шерсть вокруг глаз, как у наших грифонов, часто попадает шерсть в глазки и раздражает слизистую и текут глазки. Вот это вот средство хорошо очищает. Любое средство на ваш выбор. Потом уход за ногтями. У нас это машинка. Остер называется. Это вот такая вот машинка для ногтей. Сюда одевается штучка. Она крутится. И можно спиливать ногти без крови. Чем мне нравится машинка, что у нас никогда не было никаких ситуаций, когда у собаки кровит коготь, если что-то слишком обрезали. Аптечка для животных. Можно собрать любую аптечку сами. Можно купить вот такую аптечку, уже готовую для собаки. То есть, если что-то случилось, ее хорошо брать с собой, если вы собака куда-то едете, на выставки или просто в другой город. Берите с собой аптечку, чтобы она у вас была. И уход за шерстью. У разных видов собак разный вид шерсти. У нас жесткошерстная порода. Их нужно тримминговать. Если честно, Хлою мы не триммингуем. Мы просто стрижем ее машинкой. Но вот хучика я триммингую. И для этого я использую либо я пальцами триммингую, либо беру камень для тримминга. У меня вот такой вот чемоданчик для груминга. И здесь содержатся все базовые инструменты для груминга, которые мне нужны. Если кто-то хочет, напишите в комментариях. Я вам сниму отдельное видео по этому чемоданчику, что у нас там внутри. В принципе, это весь набор ухода за животным. Обязательно с животным нужно гулять. Особенно, если вы живете в квартире. Если это маленькая порода, некоторые считают, что маленькая порода... А, на пеленочку пописает. Так не должно быть. Даже маленькую чихуахуа нужно выгуливать на улице. Им нужен мацион. Собаки любят бегать по улице, нюхать, узнавать новые территории. Поэтому я считаю, что даже маленьким породам нужен активный мацион. У нас очень большой задний двор. Там собаки справляют свою нужду. Но также несколько раз в неделю мы ездим по возможности моей. Мы ездим на долгие прогулки. Можно посмотреть видео вот здесь, как наши собачки ходят гулять. В принципе, и все. У нас довольно-таки здоровые собаки. Я считаю, что как мы ухаживаем за животным, это помогает нам держать наших собак в хорошем состоянии. То есть они здоровые, активные. Немножко ленивые, правда, Хлоя у нас. Но она очень любит ходить гулять. Ей уже почти 9 лет, как я сказала. Я считаю, что для 9 лет она в отличном здоровье. И она отлично выглядит, как щенок. Все, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки к этому видео и подписывайтесь. Пока!